так всем привет я продолжаю играть группа званием зайчик я тут немного облажался виде того что удалил steam по одной из причин выше steam почему-то не работал и оказывается не только игры удаляются но и все сохранения которые были там и мне пришлось перепроходить ну как перепроходить прокликивать обратно несколько раз пусть я там немного опять же облажался второй раз и перешел границу того где я остановился поэтому вот так вот продолжаем я вообще собираюсь сегодня выпустить два видео по этой игре и пройти наверно всю ее за неделю не отвлекаясь так что давайте начнем чопорная учительница смерила меня раздраженным взглядом поверх очков я новенький не надо не надо уверенно прям вот выйди зайди обратно и уверенно мне вот сказали к вам подойти не заикаясь я тебя буду за это ну все это все это провал заснеженная лесная тропинка велась перед глазами вовсе не хищным а умеретворенно шуршали сосны она откнулась носом в журнал и пролистала страницы а фамилия то как петров да не громче говори ну все буллинг это буллинг школе чего мяблишь петров нет такого есть проверь у тебя со зрением проблемы наверно она долго и тяжело смотрела на меня точно пыталась уличить в обмане хотелось просочиться сквозь линолеум слева наблюдали размытые лица класс дышал фыркал единым организмом как опасный зверь ты не ошибся нет нет такого в списке да есть предательски дрожали колени кружилась голова я жал кулаки так что костяшки побелели мне сказали двести четвертый кабинет лилия павловна шестой в кажется класс принял мои слова заподобие шутки и разразился хох там что за бардак шум резкости класс припрятал с мешки для более удобного момента понаберут студентов я не студент школьник алёха я шестом классе только знает что губяки свои молевать а я разгребай значит а она имеет ввиду студенты именно в школе учителя типа а бумаги то кто заполнять будет не первый раз ведь уже согласен согласен точно также у меня и в колледже регистратура там вообще плохая подожди здесь сейчас хорошо они сейчас я ему строю у ее на все им конец я думаю им долго не прожить учительница пронеслась мимо злобно бармача а я остался один посреди класса будто приговоренный к расстрелу перед строем автоматчиков я потупился чувствуя на себе глумленные взгляды они трогали щипали скользили по коже лазерными прицелами вновь представил как бегу далеко далеко отсюда наперекор холодному ветру взмываю над соснами в прыжке и никого нет вокруг только попутный ветер глазах одноклассников чт так не отвлекайте меня в глазах одноклассников читался немый вопрос этот новенький он ваш или чужак кто-то что-то еле процедил и по кабинету прокатился сдавленный смех доску вытри свое табло вытри дебил жирный легко было понять кто главный юморист придурок главный ты свое лицо видел придурок ты чё ты чё не только слепой но еще и глухой слушай ты знаешь детей которые пропали я бы не советовал бы так со мной общаться доску вытри говорю не делай этого теперь тряслить не только колени все тело било мелкой дружью я молился чтобы учительница вернулась поскорее высшие силы услышали мои просьбы ну что мне с тобой делать то простите понятие я как бы куда сажать а куда-нибудь подальше от того жирного давай-ка сядь наверное с семёном только не гри так и не говорите он все равно один еще чего да это он да это я не хочу чтобы садиться не тянет и со мной толстяк демонстративно а вот грузил рюкзак на соседний стул почесав брюхо и и хмыльнулся опять за старая дать ему леща просто снова бабушку в школу вызывать класс притих а чё она мне сделает не сильно чё не она так я тебе сделаю рюкзак убрал быстро семён не шелохнулся вот он просто бессмертный со скучающим видом он принялся рассматривать портреты писателей на стене нужно было что делать как-то выкручиваться спасать положение я что я я прочистил горло и продолжил сдавленным не своим голосом я могу за последнюю парту сесть там кажется свободно подальше от него главное учительница громко засопела я тебе предлагаю выбора чтобы решить конфликт как скорее а ты так посмотрел на меня на семена затем снова на меня ладно садись пока туда хорошо тобой бабурин мы еще поговорим бабурин чтобы даже раз ли уроков такой фамилии издеваться над людьми конечно ну по фамилиям конечно не судят но судя по его поступкам можно и даже и так делать будешь по классу дежурить ясно был семён криво улыбнулся сочные прыщи зарели на кончике его носа не только на кончике носа на во всем лице я пошел дал о дури боясь споткнуться и стать причиной нового всплеска веселья сел сзади за создаваться за самую последнюю парту на которой грудой валились старые плакаты место для изгоев занято можно приступать а почему сразу изгой вот и хорошо начнем урок обычно сзади садятся те кому все равно на жизнь они изгои изгои обычно на первых партах как я сидели вот хорошо начнем урок тема традиции русской и мировой литературы в рассказе зощенко не надо врать не помню такого толстяк обернулся ко мне взгляд его сулил долгие дни недели месяца и сделок и тычков а я все-таки сзади него сел я тебя запомнил говорили эти водянистые глаза семён симон с чего это плевок уже пару уроков спустя я увидел свои тетрадки растекавшихся обмёбой желтоватый плевок желтоватый отчего позже столовой семён вроде бы случайно облил меня компотом а выходя из туалета он тряхнул мокрыми руками чтобы мороз попала мне в лицо перед последним уроком семён вдруг толкнул меня в толпу воркующих одноклассниц о вот это повезло в аниме попал они с турганью раступились а я не удержавшись ткнулся лицом в грудь той важной девочки который раньше принял принял за старосту вот это повезло конечно да извини я тут же отпрянул сгорая от стыда прости ты в порядке я неожиданно она подбочинилась нет но вы посмотрите на него это не я облапал меня прямо у всех на глазах это случайность меня толкнули следствие причины связывать нужно алё только что перед тобой или это твой план был подожди он же твой друг я видел как вы там переговаривали это был твой план ты меня влюбилась я сейчас все маме расскажу а кто твоя мама тебя из школы выгонит извращенец да нет ничего было в ее глазах было какое-то садистское веселье словно возгоди ребенка подносящего горящую спичку беззащитному майскому мужику я нечаянно меня толкнули да все видели слепых среди нас ты значит слепая получается она уставилась на мои очки и радостно осклабилась ярость скипела в груди но гогот семена охладил мой пыл правда он подошел вальяжно окутывая запахом 7 семечек и гнилых зубов а затем резко сбил меня с ног пока ничего пока свидетели слишком много людей я не хочу потом сидеть где-нибудь откидываться на зоне хулиган нависал надо мной всем своим видом как бы говоря ну же давай ударь меня попробуй можно я его ударю дать отпор исчез терпеть тут такой выбор есть слушай ты говна кусок у горле пересохла губы не слушались и голос мой походил скорее на завленый писк семён издевательски улыбнулся давай давай продолжай очкарик чё примолк то нам всем очень интересно если еще хоть раз меня тронешь семён медленно оттопырил палец и ткнул меня в лоб ты меня злишь еще хоть раз да нельзя хоть раз говорить бей его все пошли издевательства это навсегда теперь дай ему в лицо у него все гнилые зубы упадут ну давай же антон он тыкал пальцем с такой силы что моя голова отлетела назад только бы не расплакаться иначе труба чё ты мне сделаешь мямля давай глазах помутнилась я рванул вперед так что подошвы отклеились от пола и махнул наугад кулаком попади хорош картина открывавшаяся моему взору была прекрасной и ужасающей одновременно семён держался за ушибленное ухо и землю наморгал левый коронный а правый будет похоронный неужели я был первым то сбунтовался против его абсолютной власти надо было бежать на меня обступили его дружки катя я не петро бобурина ударили ты должна была сказать щеки семена стали еще краснее а прыщи побелелись словно головки личинок но на губе промелькнула ухмылка замечена лишь мною в этой стае стане я хотят до стаи стаи геен стане врага он подошел вплотную обдал кариозной воню тебе хана пиздец нет должен был хана сказать ладно голос у него был злым и опасным точно кастрюля с бурлящим жиром с которым справа с которой сорвала крышу точное описание этого бобурина я ждал удара считал точки сердца и гадал куда угодит кулак сочное сплетение в челюсть в нос а он просто развернулся и ушел забоялся тучно мысль холодная трезвая и удивительно спокойно вспыхнула в голове сегодня меня убьют хорошие мысли после занятия специально задержался подольше в коридоре чтобы не идти вместе со всеми семён не появился на последнем уроке и это вселяло надежду вдруг он решит избежать дежурства и смотался домой забыв обо мне как смертник узнавший что казнь откладывается на день я облегченно вздохнул выдохнул но не позволил себе забыть его тон и мстительный взгляд и на электризованную пугающую хмылку пока школьники с шумом и смехом расходились по домам я стал у окна и сделал вид что перебираю учебники я напряженно смотрелся в окно во дворе и на участке у школьных ворот семена не было я не очень-то верил в такое везение так что решил пристраховаться и немного потоптаться в стремительно пустейшем коридоре шум ушел на первый этаж из кабинета биологии выглядывал скелет которому какой-то шутник натянул на голову кепку с американскими кондуром за дверьми туалетов журчала вода я остался один в целой школе не один пришла внезапная мысль я вспомнил о пропавшем мальчике его портрет сейчас висел на доске у расписания вспомнил что он улыбается и что он смотрит на меня кстати да страшновато и что он скорее всего уже мертв привет привет я сдрогнул и обернулся это кто и я ее по-моему знаю я увидел на скриншотах сначала мой взгляд уперся в черный футляр для скрипки да это она потом я заметил что его держит девочка из моего класса привет за мной со заговорила какая-то первая красавица школы или что на уроках она сидела за первой партой второго ряда несколько раз я ловил на себе ее взгляд и сам украдкой смотрел на нее просто иногда приятно посмотреть на что-то красивое ну прям так конечно да я согласен конечно на ручей небо или на девчонку которая не гогочит со всеми хором над шуточками семена не перешептывается с катей полевая грязью одноклассниц все перемены она проводила также как и я оставалась в классе и либо глядела в окно либо рисовала что-то в зеленом блокноте здравствуй я пока я покраснел и притворился что рассматриваю узор на душатный полу круто ты ему врезал правда спасибо вот это ухмылка кстати это у нее тоже какой-то был зуб на него это вышло случайно почти ну чего ты надо брать все заслуги себе скажи дрался когда-то и просто вмазал я стала россияна складывать учебники в рюкзак чтобы хоть чем-то себя занять вроде семен раньше таким не был да он к нам недавно перевелся бабушка мне его по секрету сказала что он словно взбесился семена даже старшеклассники побаиваются представляешь семен да по виду это трехтонный танк который уничтожит тебя за один удар ну просто нам сейчас сказали что он резко изменился скорее всего наша семья точно переехала и как-то резко изменилась хотя она изменилась до этого но все таки есть предположение что лес то меняет и вот молодец спасибо я не я случайно жил спасибо какая она добрая кстати она мне нравится да и такой я замычал не мычи придурок ага конечно нашла смельчака герои что уже полчаса торчит у окона лишь бы ему по шапке не дали девчонка смотрела на меня чистым внимательным взглядом а чистыми внимательными глазами как-то далековато да я шел сюда наверно полчаса по темной тайге потом наступило утро уже наверное ну да там всякие лисы учитывая то что каждый день на мою сестру нападает какую-то какая-то сова огромная и за окном в лесу я вижу как звери танцуют это да немного да да еще через лес идти вот-вот ты мне понимаешь я бы так не смогла да ладно упоминание о лесе заставила меня поежиться я подумал о переплетенных ветках измющихся тропинки о бесконечной темноте что разрасталась как лишайник среди косых деревьев и выдал самую настоящую ложь да не так уж там страшно да да а что тебя так пугает немного помолчав она вдруг улыбнулась словно смахнула на вождение да так ничего значит у нее есть какие-то свои страхи так же как и у меня но мне все-таки кажется что он мы под каким-то препаратами пусть она мать нам дала какие-то таблетки неизвестные которые сразу успокоили нас в какой-то степени успокоили хотя алиса хотели никто не видит хотя у нас есть сестра которая точно также видит какого-то придурка в окне меня кстати полина зовут о наконец-то имя антон а меня антон точно ну это я знаю да слушай антон что полина замялась будто решаясь стоит ли продолжать а что ты делаешь после школы это свидание блин я иду домой скорее всего а те невинного вопроса кольнула в груди но как-то по-особенному приятно ничего такого я запнулся не закончив фразу все это все происходит алиса перед глазами мелькнула хищная улыбка на маске алисы ее насмешливые глаза в прорезях маски которые я скорее всего сам себе придумал неужели эта девочка лисицей и правда ждет меня после школы а она меня ждет точно или это была ее очередная странная шутка интересно прячет ли она большой рыжий хвост под своей шубкой от этой мысли вдруг покрылся мелкой испаренной как после нормативов по физкультуре захотелось принять душ словно сами размышления о лисичке делали меня грязным пачкали сбивали за руки и уводили в объятия леса такое описание дал конечно у нас сейчас будет выбор там у меня сейчас занятие скрипка а потом я свободно спи пачка дедушка мне репетитора нанял наш учитель музыки он же скрипач а здесь в поселке ему некому преподавать ну хоть работаем и найдется она махнула в воздухе свободной рукой имитируя движение смычка по скрип скрипичным струнам я почти услышал музыку алису я выбросил из головы смотрел на губы полины ловя каждое слово и забирая от непривычных ощущений они были теплыми согревающими а еще и щекотными и казалось что я маленький а чувства очень большие и им тесно внутри да слышал там двое даже пропали со школы меня всегда дедушка забирал в последнее время ему не здоровится а чего же я бросил беглый взгляд на фотографию вову вовы глаза колодцы изучали меня рот был словно бы нам на поможденным черным как пострет на могильной плите ты не подумай я не трусишка просто то понимаю я я и помогу я давай вместе пойдем почему бы и нет просто мне кажется что с тобой будет безопаснее она подкатывает ко мне я уверен антон это все бери бери что дают почему бы и нет конечно вот она наконец все о чем я читал этим летом приключенческих романах о чем тайна грезью начала просачиваться в мою жизнь таинственное преступление прекрасная незнакомка и героическая дуэль дуэль мысли о семене моментально отрезвели отрезвели вернули на землю и и почва под ногами зашаталась как палуба корабля только бы сейчас не упасть в грязи лицом перед полиной ведь сколько бы я не храбрился было очевидно и мне и ей выставить в драке против такого амбала мне вне под силу и если он и нокаутирует меня это не самое страшное страшное что это увидит полина засмеется со всеми остальными нет нужно избавиться от свидетелей от моего позора сегодня вряд ли получится не говорит так ты же знаешь семян скорее всего караулит на школьном дворе лучше мне с ним разобраться лично по-мужски хорош таки надо хоть ты и врешь но таки надо глупости какие полина отбросила челку салбар и до меня донесся едва уловимый аромат ежевики полина была водой которая хотелось пить игла я не могу как же он описывает это глотай жадной а жадно все хотели утопляется глотай жадно а жажда все не удаляется я вспомнил летние вечера на даче редкий дым костра свисающие из-за ограды соседскую ягоду и мягкий ковер сосновых иголок под подошвой редкие безмятежные дни когда я чувствовал себя в безопасности мама отдыхает в гамаке отец нанизывать мясо на шампуры могли а при желании различить в тряске углей смехи родителей в запахе скоротечного июля намек на будущую катастрофу видел ли я как хрупок и ненадежен этот мир думаешь этот дикарь будет честно драться ну с его силой который у нее есть я думаю он на это способен но все такие злодеи все придурки они обычно перестраховываются несколькими людьми так что да со своими дружками набросятся всем скобом опомниться даже не дадут я быстро бегаю полина вдруг хитро улыбнулась вам придумала пойдем вместе это их ошарашит одессы я буду бить тебя и это их ошарашит я же не только первая скрипка на деревне я ведь еще и девочка 1 скрипка на деревне слышала от знакомого хулигана что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки знакомого хулигана это честь пацанов или что представляешь у них кодекс чести такой у у этого бабы на или бубина или как его назвали нет чести нету кодекса нету пива знакомый хулиган забеспокоился я лучше ли он меня симпатичнее о ревнуем понял уже влюбились я-то думал игра о приключении хорроре разгадки тайна кажется здесь любовная линия есть давай пока она сделала пару шагов я и остановилась удивительно полина совсем не похожа на тех красоток и журнальных постеров или на актрис из кинофильмов но свете потряскивающих ламп она была притягательнее их всех а ты играешь на чем-нибудь нет два года назад мне купили гитару я же воспомнил свой жалкой попытки научиться а музыцировать ам ем перемен на мы ждем перемен песня цоя точно ложилась на мои мысли и на желание изменить хоть что-то свое мы знаем то гитара запрепостилась куда-то словно напрочь отказалась переезжать в старый дом у леса наверное родители отдали инструмент кому-то кому нужнее вы не играли жалко на бывает я побежала видимо она хотела устроить какой-то дуэт я был бы не против пока пока полина крик девочки подхватила глупое эхо туфли застучали по школьным коридорам пока 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 не уверен услышала ли полина я снова посмотрел в окно школьный двор опустил только пара ребят из наших классов кидали в друг друга снежки никого похожего на груз а грузного груз нова а грузного семена сюгой компания кампаньarybeccaooo блин никого похожего на грузного семена сюгой компании не было видно это вселяло надежды что же делать полина могла бы стать моим другом первым на новом месте и потом и ей и впрямо угрожать встречи с Маньяком, а тут я, защитник-рыцарь. Я думал, маньяку ничего не стоит вас двоих уложить. И пускай последний внутренний голос подвергал сомнению и шептал о побеге, подальше от убийц, от рыскающих по ночным лесополосам маньяков, Полина стоила риска. Но и рыжая плутовка манила тайной. Обещала помочь найти Вову, а за этим следует награда. Много денег, почти гарантия мира в семье. Подарки для Оли. Я вообразил сестру, счастливую, как те девочки, получающие призы от Супа Нева в телепередаче «Звездный час». Что такое Супа Нева? Ее кружат в танце известные певцы. Может даже это новая популярная группа «Иванушки Интер». Мама с папой обнимаются в Астанской павильоне. А потом мы всей семьей едем в Диснейленд. Скрипачка Полина или Алиса. Сложный выбор, если честно. Мне нравятся как и Полина, так и Алиса. Выбор между ними это что-то... Что-то сложное. По сути... Давайте логически отталкиваться. Скорее всего, Алиса это не наш, скорее всего, друг. Хотелось бы, конечно, наоборот. Но она то у нас заманивает в лес, то пытается что-то сделать с нами. Я не знаю. Но... Она кажется доброй. Но на это, по-моему, все кончается. И все. Но она хотела нам... Хотя она также нас пыталась защитить. Она нам подсказывала. Делала много чего для нас. А Полина просто хороший человек, который нравится нам. И, скорее всего, у нас будут какие-то дальнейшие общения. А если мы ее сейчас вот так бросим, и... Общение, возможно, будет не таким хорошим, как мог бы. Тем более, она может пойти одна и пропасть. А Алиса, как бы... Я не думаю, что она будет прям... Что это прям серьезно. Все, пойти. Я думаю, она и потом это сможет рассказать. Скорее всего, она мне просто расскажет, что случилось с... Пропавшим мальчиком. И... Ну, я даже не знаю. Это сложный выбор. Алиса всегда у меня будет. Я думаю так. А вот Полина... Странно, странно. Я могу потыкать пока. Хочешь узнать, кто дурак? Переверни меня. Готов поспорить с обратной стороны. Точно такая же острота. Нельзя. Нельзя. Интересно. Долго бы Семен крутил такую бумажку, попадясь на него в руки. Наверное, долговато, да. Брошенное кем-то цинковое ведерко с притаившейся на дне тряпкой было докрыв наполнено мутной канализационной водой. От него исходил какой-то химический солоноватый смарад. Причем с такой страшной силой, что меня заточнило. Я шатнулся про себя, молясь избежать участия дежурства. Могу еще что-нибудь? На подоконнике кто-то оставил смену обувь. Пару потертых шанхаек. Судя по размеру, они явно принадлежали мальчику моего возраста. Все, больше выборов нет. Не знаю, это очень сложный выбор, но я выберу Полину. Полина, я уверен, что с ней возможно что-то случится по дороге. Во всяком случае, я так думаю. И мы должны как-нибудь ее подождать и помочь. А вот Алиса, она вряд ли куда-нибудь денется. Я думаю, она в нас заинтересована. Судя по тому, что она помогает нам. Да и я тоже в ней заинтересован. И так что, наверное, у нас будет какой-то контакт уже потом. Я думаю, она не обидится. Алиса, а вот с Полиной реально может что-то случиться. Так что давайте пойдем к Полине. Подождем ее, то есть, и отведем домой. А на этом, я думаю, все. Первая серия. Какая первая серия? Все, несу. А на этом мы закончим. Продолжу я буквально через несколько часов. Начинается марафон по этой игре. Всем пока.